Всего в мире 16 пород пони, и приокские должны стать 17-й. Эта новая порода пони отличается своей доброжелательностью и спокойным нравом, что делает их безопасными в отличие от верховых. Они хороши для работы с детьми. По своим физическим характеристикам приокские пони похожи на уэльских, которых выводили около 300 лет. Лошади невысокие, они несколько больше, чем классические шетлиндские пони, и имеют длинные волнистые челки. Порода, она как бы повторение русской крестьянской лошадки, то, что было здесь веками. Ну, а то, что мелкое, это, понимаете, себестоимость пониже. У Татьяны нет работников, она ухаживает за пони одна. Сейчас у нее примерно 60 голов. Пенсионерка мечтает зарегистрировать новую породу. Она уже обращалась в институт коневодства. Однако там ей предложили провести анализы и исследования за свой счет. Институт коневодства, он финансируется Министерством сельского хозяйства. И им на это не отпускают. Ну, проблема, понимаете, уже вышла за силой одного человека. Нужно или включаться какие-то другие силы, заинтересованные, и продолжать, ну, или все прикрывать. Порода не будет тогда. Их замечательно разберут по конюшням, по всем конюшням страны. Кто-то пойдет в спорт, кто-то пойдет именно для чего выводил, для лечения детей, для общения, для социализации. Ну, и тогда все это разойдется, и как бы все не будет этого. В надежде, что ей помогут с содержанием регистрации приокских пони, Татьяна обратилась в Министерство сельского хозяйства. Ей пришел ответ. Я обращаюсь в Минсельхоз, туда, наверх. Нам прислали бумажку, что, в общем, в соответствии с последними решениями, там бы принят закон о развитии мясного продуктивного, мясного молочного коневодства. А вот такое все не принято. Там есть поддержка старых пород. А о том, что в выведении новой породы, там и ни слова нет. Татьяна надеется, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут ей с регистрацией с содержанием новой породы приокских пони. Олеся Котровская, Игорь Клотов, телекомпания «Город». Игорь Клотов, телекомпания «Город».